Фёдоровичу вообще выгодно вот так, без секретаря, ну это моя точка зрения. Но дело в том, что я принимаю решения, исходя из своих каких-то целей, своего понимания, а не исходя на это. Он нас поддерживает публично, он не хочет, чтобы уходил. Ну и что? Ну потому что поддерживает... Вы говорите, что ему выгодно, а он... Нет, я в целом, не в отношении меня, я вообще, вообще даже для стабильности ему не нужен секретарь на это. Например, я считаю, что если у нас будет второй импичмент, у нас вообще разгонять надо. Надо приходить в горсовет, у нас всех выгонять надо отсюда, просто-напросто. Но нельзя колпасить город, ну нельзя. Ну надо или думать о городе, то есть или признать, или мы занимаемся тем, кто лучше, кто хуже и так далее. Есть такое мнение, что вы на самом деле это заявление написали как такой вот, как индикатор, как возможность получить вот он доверие. Не наберется необходимое количество голосов, и вы сможете сказать, ну все, что, кто меня критиковал, вы верите? Нет, этого не будет. Нет, нет, нет. Нет, этого не будет. Ну просто меня надо знать в работе, я достаточно жесткая. Если я сказала, значит я так буду делать. Если я не ошибаюсь, вы написали это заявление, вернее, вы не это заявление, вы вышли в отпуск, перед этим вернувшись из Киева. Когда вы были у нас в студии на интервью, вы говорили, что вы не посещаете администрацию президента, не консультируете с вами с кем. А вот сейчас, перед тем, как уйти в отпуск, с кем вы общались в Киеве? У меня семья в Киеве. У меня есть кому ехать. Я провела великолепные пасхальные дни с семьей. С политиками ни с кем не встречались? Ни с кем. Ни с кем не встречались. И депутаты мне не звонили. Слава Богу, депутаты меня отпустили. Я прекрасно отдохнула. Я реально могу сказать, что у нас шикарный город. Я верю в наш город. Я верю, что можно сделать. Если бы я не знала те процессы, которые происходят, мы же смотрим со стороны, то я могу сказать, можно строить на этот. Есть система, которая работает на сегодняшний день. Не важно. Коррупционная она там, полукоррупционная и так далее. Она рабочая система. С ней можно воевать, говорить, ты плохой и так далее. А может, и по-другому. Можно строить свою систему новую, по новым принципам, прозорость и так далее. Чтобы эта система сжималась, а эта развивалась. Это реально возможно. Я в это верю. Потому что я попробовала. Не важно, что я получала там, нагоняя от депутатов и так далее. Да, делала ошибки. Но я попробовала, и это делать можно. Я в это верю. А если бы Сенкевич не выбрал суд, вы бы ушли в отпуск? Вы бы написали заявление об уходе? Подождите, я ушла в отпуск до того, как Сенкевич. Хорошо. Ну нет, Сенкевич. 16 марта была. Сенкевич. Я имею в виду, был же первый суд сначала, когда он победил. Но еще не был восстановлен в должности. После чего вы ушли в отпуск? А вот если бы он проиграл в суде? Слушайте, если бы ДКБ. Я могла не быть секретарем. Я не могла не исполнять эти 5 месяцев обязанности. Нет, это факт Сенкевича влиял на то, что вы сейчас уходите. Нет, нет, нет. Когда меня выбрали 25, по-моему, 26 октября 2016 года секретари, мне достаточно было 2-3 месяца для того, чтобы изучить эту работу. Чтобы понять на это. Как проекты проходят, кто на них влияет. Я вам могу сказать, мне было уже неинтересно работать секретарем на каком-то этапе. Это происходило летом 2016 года. Ведь всегда должен быть силу. Вот я хочу участвовать там, где что-то развивается. Потому что я такой активный человек. Я хочу там, где что-то не получается, я готова подставить свое плечо, если это нужно. Но если я вижу, что это не перспективно, и надо это делать по-другому, я об этом заявляю. Скучную работу я могу себе позволить не заниматься скучной работой. Не заниматься, выносить на сессию будки, мафы и так далее. Для меня это просто полный... Ну, я не знаю. Вы меня поняли. Вы меня поняли. Извините, я... Извините. Извините, я не знаю. Извините.